Здравствуйте, уважаемые дамы и господа! Сегодня мы почитаем немножко из недельной главы, которую читали в прошлую субботу. Глава называется «Кит того, когда придешь». Эта глава знаменит в первую очередь своими так называемыми проклятиями. То есть, конечно же, если ты не послушаешь Всевышнего, а Бог знает, как это будет, вот Бог не фраер, то придут на тебя такие-то и такие-то наказания. Правда, перед ними есть еще благословение. Но, к сожалению, мы видим, что проклятий там больше, поскольку история еврейского народа Всевышнему видна. Я сейчас нахожусь на территории хабадников, и сейчас начинается день для них очень важный. Хай-Элул, 18 число месяца Эллула. И по этому поводу расскажу вам одну историю из хабадского фольклора, когда Митл Рэббе, то есть второй Рэббе Хаббада, был ребенком. Однажды он услышал чтение вот этой недельной главы «Кит того», и так его расстроили проклятия, то есть описание всех неприятностей, которые постигнут еврейский народ, что после этого он слег и заболел. Когда его спросили, ну ты же слышал это в прошлые годы? «Ответил он, в прошлые годы читал мой отец, первый хаббадский Рэббе, Алт Рэббе, когда он читает проклятия неслышные». Вот такая история. Но мы сегодня не будем с вами читать проклятия, даже не будем мы с вами читать те благословения, там 14 пасуков, которые идут перед ними. Ну, скажу вам, что это Дворим, 28 глава. А будем мы читать из главы 26. Очень интересный отрывок. Я думаю, что все-таки, ну, сделаем некоторый бонус. Тот, кто первый узнает, где мы встречаемся еще с этим отрывком, да, пусть поднимет руку, пусть нам сообщит. Хорошо? Вот, это будет, ну, скажем так, некоторый моральный плюс. Итак, да, как только, значит, вы догадаетесь, так сразу. Кроме тех, естественно, кто знает это заранее. Я в свое время, много-много лет назад, когда это читал, что-то уловил такое знакомое, но не сразу понял, да, что это за отрывок и где он мне встретился. Так, сейчас я должен включить, так, демонстрацию экрана. Вот этот текст. Да, значит, вот те слова, которые я выделил зеленым, это я рассказываю для тех, кто не знает. Есть в специальном файле словарь к недельной главе. И вот этот текст и словарь, к которому мы будем обращаться, поставлены на нашу группу, на Телеграм. Так, на прошлом занятии меня просили немножко помедленнее читать. Давайте попробуем разбираться. Итак, дворим мы разбираем перек, перек, глава, каф-вав, каф-вав, это значит 26, 26 глава, вот, и разбираем мы ее, ну, сколько успеем. Нам важны первые, первые пасуки, первые фразы, первые стихи. Сколько успеем, столько разберем. Итак, вэ-хая, значит, еще одно правило, о котором мы вроде бы говорили, да, если мы встречаем глагол, который стоит в прошедшем времени, например, хая, что такое хая, был, и перед ним стоит вав, который обычно переводится как соединительный союз, у него есть еще и дополнительная функция в Танахе, он переворачивает время с прошедшего времени на будущее, и, соответственно, наоборот. Хая – это был, а вэ-хая – и будет, и будет. Ки – того, слово того от корня ба, бет, алиф, что означает приходить, точнее, корень должен быть трехбуквенный, да, здесь три буквы – это бет, вав и алиф, здесь вот вав проявляется, проявляется, правда, в виде огласовки, да, но, например, в форме ба пришел, мы вторую букву корня вав вообще не видим, потому что она выпадает. Та-во – это будущее время. Теперь слово ки имеет несколько значений. В данном случае мы переводим его как когда, и будет, когда придешь, эль-ха-арец, значит, старайтесь те, кто знает буквы и огласовки, читать синхронно со мной, так? Те, кто не знает, ну, поверьте мне на слово. Значит, Натан, мы в прошлый раз говорили, что если человек хочет побольше получить от наших занятий, да, что он может сделать? Как мы можем ему помочь? Посмотреть в записях, да, вот в этой группе наши уроки, там, где я прохожу буквы. Каждый из уроков я беру по 2-3-4 буквы, да, и даю упражнения на эти буквы, чтобы их запомнить. Значит, если наберется, скажем, человек 10, который скажет, нам этого недостаточно, мы хотим дополнительно разбирать буквы, вот, я готов повторить курс именно, именно чтения, то есть знакомство с алфавитом, огласовками и правилами чтения. Все слышали, да? Да. Больше я рассчитываю на тех, кто в состоянии, пусть даже медленно, пусть с ошибками, с ошибками, вот, но прочитать, да, вот, можно наверстать легко, занятие у нас раз в неделю, вот, найти время хотя бы 2 раза по полчаса, вот, и в неделю, и, значит, догнать знание букв. Их всего 22. Так, когда придешь в страну, Ашер, которая, так, значит, вот это слово никогда не читается, как оно написано, а читается А-до-най, А-до-най, это имя Бога. Мы будем называть его А-га-шем, то есть то самое имя. Так? Итак, что у нас получилось? И будет, когда ты придешь в землю, которую Всевышний, Э-ло-э-ха, Бог твой, вот этот суффикс ха означает твой, но-тен, значит, мы видим здесь огласовку о, вот она, точка наверху, да, и огласовку Э, ЦР, второй буквой, да, и три буквы корня, да. Значит, в этой форме слова, но-тен, дает, в настоящее время, мы видим все буквы корня, в некоторых формах, некоторые буквы этого корня выпадают. Значит, в прошедшем времени, да, в прошедшем времени он дал, этот глагол звучит на танно слово, собственно, это имя, которое означает он дал. Так? Дальше, лэ-ха, это слово, да, не что иное, как направление лэ и местоименный суффикс ха. Итак, лэ-ха, это означает тебе, для тебя, дает тебе. Дальше идет слово нахала. Нахала – это земельный надел, земельный надел, который перешел тебе по наследству и ты по наследству передаешь его своим детям. Есть законы, по которым ты не можешь его продать, но можешь только сдать в аренду на определенное число лет. От этого слова нахала означает такой вот земельный надел. Дальше, ви-ри-шта, слово ла-рэшет, корень здесь рэш, щин, там, означает владеть. ви-ри-шта, овладеть ею. Значит, местоименный суффикс, камац, вот эта голосовка а, вот предпоследняя буква и последняя буква гэй, с точкой внутри, да, это местоименный суффикс третьего лица единственного числа женского рода, то есть владеть ею, да, дал, и овладеешь ею, так, ви-ри-шта, значит, когда ты войдешь в землю и овладеешь ею, ви-я-шав-та-ба, ви-я-шав-та, корень ю-шин-вэт, что такое ви-я-шав-ё-шев, буквально сидеть, да, и будешь сидеть ба, это ба, значит в, и как мы сказали, вот этот рэй с точкой, да, это она, то есть будешь сидеть в ней, то есть в этой земле, да, и, что означает будешь сидеть в этой земле, не дай бог, да, не лежать в этой земле, имеется в виду, что ты поселишься на ней постоянно, да, ты, значит, есть два слова, которые имеют близкое значение, йошев, это значит поселиться навсегда, и лагур, да, гер, гар, это значит жить временно, так вот, ну ладно, не буду подсказывать, пример, который я уже как-то проводил, и когда, значит, ты поселился в ней, дальше идет поселить, читаем, ве лакахта, лаках, корень ламет, кув, хет, означает взять, лаках это взял, лакахта это ты взял, а ве лакахта, и ты возьмешь, потому что вау переворачивает, с прошедшего на будущее время, и ты возьмешь, мэ-рэй-шит, рэй-шит от слова рож, рож это значит голова, а также рож означает начало, как называется начало года, рож аж она голова года, да, считается, что вот головой вперед, так, мэ-рэй-шит из первого, что есть, коль, при, коль это всякий каждый, при это плод, плод, отсюда очевидно, русское слово фрукт, значит, из начатков всех плодов, а-а-дама, а-дама это земля, есть слово арец, страна, есть слово а-дама, земля, земля это и как, ну, почва это скорее другое слово, вот, но, имеется ввиду то, что растет на земле, да, не только на самой земле, как овощи, но из земли, посредством деревьев, как, например, и фрукты, да, и возьмешь из начатков всех плодов земли, а-шер, а-шер это значит который, тави, тави, это значит, ты принесешь, мы встретили этот корень, вот здесь вот, сравните это слово, и вот это слово, да, и там, и там мы видим будущее время, да, вот этот префикс, да, означает будущее время, ты, но здесь форма, ты придешь, а здесь форма, ты принесешь, это один и тот же корень, как мы сказали, в нем есть буква, бет, вав, алиф, и здесь тоже, бет, правда, вав тут выпал, вместо него есть оголосовка и, и тоже алиф, но я вам говорю, можете поверить мне на слово, что это один и тот же корень, так, кто мне может сказать, что общего в значении между вот этими словами, ты придешь, и ты принесешь, как они соотносятся, кто смелый? Придешь ты сам, а принесешь, это ты, как бы, кто-то тебе возьмет и принесет, как бы, ну, это пассивно, это, как называется, каузативно, как называется, каузатив, да, пачи, как бы. Спасибо, спасибо за правильный термин. Анна, да? Значит, этот термин при изучении русского языка и даже английского мы не встречаем, но что такое каузатив? Вызвать действие, да? Значит, есть такая форма, мы как-нибудь, я надеюсь, об этом более подробно поговорим, да? То есть, если есть простое действие, от него можно образовать каузативное действие. простое действие, это я пришел, каузативное действие, кто-то сделал так, что я пришел, как мы скажем это по-русски, кто-то меня привел. Аналогично с каким-то предметом, который не приводит, а что приносит. Да? Поэтому здесь мы видим явное родство, да? Ашев-тави, который ты принесешь, мэ-ар-цеха. Вот он, корень, алеф-рейш-цади, и вот это слово. А-арец, это страна, ар-цеха, это твоя страна, мэ-ар-цеха, из твоей страны. Так, уважаемые дамы и господа, спасибо Анне, но ее присутствие я заметил. Я все-таки рассчитываю на обратную связь. Есть люди, которым важна вот эта вот грамматика, потому что, если для кого-то она еще непонятно, он разбирает... А для других, наоборот, она ясна, поскольку ему все правила известны, то мне не стоит пока на этом зацикливаться. Или продолжать рассказывать? Слова запоминаю. и буквы изучаю. Я четыре буквы выучила, а двух ищу. Прекрасно, прекрасно, замечательно. Четыре буквы, это очень неплохо. Вы узнаете их, вы обращаете внимание, когда мы их встречаем, да? Да, да, да. Прекрасно. Да. Так, так. Мэ-ар-цеха, из страны твоей, ашер. Ашер, это означает, снова, значит, это слово, да? Вот оно у нас уже было. Который, которая, которые, и так далее, да? Это слово, как наречие, оно не будет склоняться. Вот это имя Всевышнего, это его эпитет. Всевышний Бог твой, но тен, это слово у нас уже было, дает, лыха, тоже было тебе. Теперь, Вэ-сам-та. Корень здесь буква син, буква мэм. Посередине должна быть корневая буква юд, которая выпадает, да? Корень в форме словарной звучит син. Если кто-то знает молитвы, если кто-то слышал, как они звучат, или хотя бы слышал песенки на словах из этих молитв, знают, что вот этот корень означает положить. Вэ-сам-та, сам-та, это положил ты, значит, вот этот суффикс та-та означает ты сделал, а буква вав переворачивает, да? Прошедшее время на будущее. И положишь ты, дальше идет слово ба-тене, слово, ну, не то, чтобы редкое, но нечастое. Тене – это корзина. Сейчас я, значит, поставлю вам демонстрировать вот этот экран. Тене. Тене – корзина. Так. Вернемся к нашему тексту, да? И положишь корзину. Вэ-галахта. Что такое галах? Ты пошел. Нет, пошел. Галахта – ты пошел. Вэ-галахта – и ты пойдешь. Эль – куда? По направлению. Га-маком. Слово маком в большинстве случаев означает место, но иногда так называют Всевышнего, да? Почему? Потому что это тот, кто находится в каждом месте. Можно перевести это слово как вездесущий, но здесь просто место, да? Ашер, который в данном случае ИВХАР. Корень БЭТ, ХЭТ, РЭЙШ. БАХАР – это означает избрал, выбрал. Интересно, что слово БАХУР, парень, да? Буквально обращает, означает тот, кого выбрали. Поэтому, ну, наши БАХУРИ, можете гордиться. Вы избранные. ИВХАР – это он выберет. поскольку ВАВА нет, стоит слово формы будущего времени, мы его будущим временем и переводим. Значит, и пойдешь на место, которое изберет АШЕМ ЭЛУКЕХА, Всевышний Бог Твой, ЛЕ ШАКЕН ШМО ШАМ. ЛЕ ШАКЕН. Есть слово ШХЕНА, что означает Божественное присутствие. По-русски иногда читают ШЕХИНА, да? Есть слово ШАХЕН, СОСЕД, есть слово ШХУНА, то есть КВАРТАЛ, допустим, да, или там МИКРОЙОН, да? Вот. И есть слово МИШКАН, которое на русский переводится СКИНЕ. МИШКАН. Все это слова от одного корня. Вот он корень. ШИН, КАФНУН, это означает присутствовать, да? То есть ШИНА – это Божественное присутствие. МИШКАН, СКИНЕ, это то место, где Божественное присутствие ощущалось. ЛЕШКАН – это глагол, стоящий в форме инфинитива. Мы видим по префекции ЛЕ, да? ЛЕШКАН – это установить буквально ШЕМО. ШЕМО – это имя его. Вот слово ШЕМ, да? Имя. И суффикс ОН. Третье лицо, единственное число мужского рода. И слово ШАН означает ТАМ. Итак, что у нас получилось? Дамы и господа, я не даю вам ссылку на перевод, потому что перевод всегда будет неточный. Перевод будет правильный, художественный, а мы даем перевод дословный. Да? Сравнивая то, что мы сами прочитали с тем, что дает нам перевод, да, мы видим, где переводчик отступил от прямого смысла, потому что по-русски так звучать не будет. Итак, продолжаем. У-ва-та. Кто догадается корень этого слова каков? Главов. Лучше глагов. Бет-алеф-да. Да? Правильно. Суффикс, мы с ним встречались, означает ты, да? Вав, вот это, не только соединительный союз, он имеет такую форму, но и переворачивает, то есть получится и, получается у нас и придешь ты, эль, к, а, коген. Коген это священнослужитель. Ашер, который, и, и, е, это простая форма будущего времени, который будет, ба-ям-мим, га-ген. Ям-мим это не от слова ям, а от слова йом. Ям это море, а йом это день. Ба-ям-мим в дни. Вот это суффикс множественного числа. Для существительных, чаще всего для существительных мужского рода, да, значит, прибавление вот этого в конце им образует множественное число. Йом-ям-мим. Ну, что, например, хатуль-хатулим, кот-коты, и так далее, да. Теперь слово га-гэм. Слово гэм означает они, они, причем в мужском роде, а га-это артикль, определенный артикль, то есть те самые, те вот они, ба-ям-мим-гэм означает в те дни. То есть ты придешь к коэну, к священнослужителю, который будет в те дни. Ну, резонный вопрос. А как ты можешь прийти к священнослужителю, который был во времена Моисея, да, то есть к арону а коэну? Конечно, это было бы более желательно и более почетно, да? Почему же здесь сказано который будет в те дни? Я слышал от моего учителя, да, что здесь содержится намек, не думай, что человек, который удостоился быть коэном в твои дни, да, хоть он, конечно, не читая Арону, да, что раз ты не считаешь его подобным его предку Арону, то ты и не будешь к нему обращаться. Нет. знай, что поколение таково, что они достойны вот такого представителя, даже если даже если ты находишь какие-то дефекты в его поведении, даже если чем-то он тебе не нравится. Итак, коэн, который будет в те дни, «вэ амарта» корень алиф мэм рэйш. Кому знаком этот корень? Просто прочитайте вот то, что выделено. Амар, что такое амар? от амарта. От амарта. Не расслышал? От амарта, говорите. Все равно не расслышал, извините. Это от глагола амарта. От глагола амарта, совершенно верно. А что он означает? Сказать. Сказать. Совершенно верно. Даю вам совет. Если вы учите слова иврита, запоминайте глаголы в словарной форме. Словарная форма – это он сделал. Он сделал – это как раз в данном случае амар. А вот форма вэ амарта. Амарта – это сказал ты, а вэ амарта – это и скажешь ты. И скажешь ты элав. Значит, слово эль нам уже попадалось. Это куда, к кому. А вот этот суффикс юд, вав, причем юд здесь нечитабельный, нечитаемый. Вот. И вот эта огласовка под ламетом, да, камац, да, это означает снова он. И скажешь ему. Так? Мы встречали с вами какую форму? О. Ло, например, ему, да? А почему элав форма несколько другая? Об этом мы сейчас не говорим. И скажешь ему, кому ему? Ковину, да? Что ты ему скажешь? хигадти айом ла хашем элукеха хигадти от слова лэха извините, хигадти лэха гид, конечно. хигадти, лэха гид, лэха гид рассказывать, магид рассказчик. Рассказал я сегодня айом, это значит сегодня. вот оно слово йом день, ага, йом с определенным артиклем. Значит, сегодня. Игадти йом ла шем лукеха всевышнему богу. Твоему, соответственно, и моему, ки бати, потому что, что я пришел, я рассказал богу, что я пришел, эл бог, ла авотейну, корень здесь ав, ав это отец, авот отцы, авотейну наши отцы, ла авотейну для наших отцов. То есть, я пришел на землю, которую Всевышний обещал нашим отцам, что, что, ла тет. Представьте себе, что вот это слово, так, и вот это слово, но тен, они однокоренные, просто здесь от корня, который здесь представлен всеми буквами, нун, тав, нун, да, осталась живьем только одна буква, тав, серединная, да, первое нун, представьте себе, перешло в последнюю, тав, да, вот, последнее нун просто вылетело, да, а буква ламет, это образует инфинитив, латет, это дать, латет, лану, дать нам, то есть, обещал Всевышний нашим отцам дать нам, то есть, он обещал нашим отцам, что эту землю он даст нам, и что ты должен сказать, придя к Коину, я сегодня рассказал Богу, что пришел я в страну, которую обещал Всевышний нашим отцам, что даст ее нам, читаем дальше, никто пока не догадался, где мы этот отрывок встречаем, наверное, еще никто, то есть, кто-то, наверное, знает, но я просил пока не открывать секрет, да, вэ лаках, лаках, это значит взял, а вэ лаках и возьмет, а коэн, возьмет священнослужитель, а тэны, как мы помним, вот оно, это слово, корзину, ми-я-де-ха, слово яд, как бы оно ни звучало по-русски, на иврите означает рука, я-де-ха, это рука твоя, ми-я-де-ха, из руки твоей, и возьмет корзину из руки твоей, вэ ги-ни-хо, и поставит ее, то есть, эту корзину, ги-них, да, от слова нах, лануах, отдыхать, ле-гани-ях, класть, возлагать, тот, кто по утрам надевает филин, говорит перед этим благословение, ле-гани-ях, филин, возлагать, филин, вэ ги-ни-хо, и поместит, поставит, кого, эту корзину, лифней, перед, перед, теперь, слово мизбах означает жертвенник, так, где находился жертвенник, в пустыне, 40 лет, жертвенник был переносной, находился он в скине, в мешкане, да, когда евреи пришли в страну в течение 440 лет, значит, было несколько мест, где располагалась скине, пока при царе Давиде не было избрано, не было всевышним указано, где должен располагаться храм, где он должен располагаться в Ярушалаеме, из которого, собственно, я вам сейчас и вещаю, вот, значит, я нахожу территориально на улице Яфо, которая названа так, ибо она ведет от старого города в сторону города под названием Яфо, Яфо буквально означает красивый, да, раньше Тель-Авив был пригородом города Яфо, теперь Яфа стала пригородом Тель-Авива, Яфа на море, да, значит, инихо лифней мизбах перед жертвенником Ашем Элукеха, Всевышнего Бога Твоего, вэ анита, здесь корень, айн, нун и гей, которого мы здесь не видим, и скажешь ты, вэ амарта, точнее, и ответишь ты, а на это значит ответишь, вэ амарта, и скажешь ты, лифней перед Ашем Элукеха, Всевышним Богом, Всевышним, Бог, перед Всевышним, перед Богом Твоим, что же ты скажешь? Вот слова, которые тебе надлежит сказать, когда ты принесешь первенки плодов, которые выросли у тебя на этой земле, в Иерусалимский храм, да, потому что первенки принадлежат кому? Священнослужителям, да, первые плоды, им остальное, тебе, хотя ты тоже, в общем-то, должен поделиться, да, что же ты скажешь? Прошу, прошу, я, можно вопрос, Саняш, что ты поделаешь, по поводу Веонита, то есть в современном иврите это отвечать, а Танохическом не было такого, что громко провозглашать или какой-то похожий смысл. Согласен, почему бы и нет. Вы это спрашиваете меня, потому что по смыслу это пришло вам в голову или потому что это есть в переводе? Я слышал эту версию, просто хотел увидеться. понятно, понятно. Значит, на самом деле мы с вами увидим, где используется этот отрывок, да, и оттуда станет понятно, что очень много аллахот, то есть практических законов связанных с этим отрывком, да, и действительно отсюда следует, что ты должен не просто сказать, промотать, а провозгласить, скажем так, торжественно. это следует из того, что здесь сказано не просто веомарта и скажешь, да, а веонита веомарта. Да, это верно, но буквально я не скажу, что везде, где в торже сказано веонита, это значит провозгласишь громко. В данном случае да. лифнея шемелокеха, что ты скажешь? Арамми, переводим буквально арамеец, дальше овед, ави, разберем сначала слово ави, это ав, отец, ави, отец мой. А что такое овед? Обратите внимание, что это не тот корень через ойн, который означает работник, да, а что означает вот этот корень? алиф, бейт, долет. посмотрим, что дает нам словарь. Так, словарь дает нам авад пропадать, теряться, овед, потерянный, пропавший, да, отсюда слово ибуд, аллахла ибуд, потерялся, да, неэвад, это пассивный залог от этого корня, тоже пропал, потерялся, так, тут есть несколько версий перевода, но мы с вами не будем заморачиваться, я просто скажу вам, что корень этот, да, что можно понять, я вам дам один вариант перевода, что арамеец, имеется в виду, лаван, что он хотел уничтожить или уничтожал отца моего, да, по смыслу это проходит, потому что мы увидим, что именно лаван, арамеец, здесь и имеется в виду, да, ва-я-рад, ва-я-рад, извините, ва-я-рад, я-рад, это спустился, отсюда название реки, да, всемирно известной израильской реки Иордан, Ярден, то есть спускающийся, да, ва-я-рад, Мицраима, Мицраим, это Египет, добавление вот этого Эй в конце означает направление, и спустился он в Египет. Простите, а вы, простите, а вы экран не переключили, мы видим, мы у нас словами по-прежнему. правильно, правильно, да, спасибо, извините, да, значит, ва-я-рад, и спустился Мицраима в Египет, ва-я-гар, мы видим здесь корень Гар, точнее, корень Гур, да, ва-в выпадает. Я-гар, это будет жить, ва-я-гар, и жил, и жил, шам там, и жил там. Бим-тэй-ме-ат, уважаемые товарищи, я посмотрел, что дает нам перевод, не многочисленный, сейчас я снова покажу вам, что я выписал на сей раз не из словаря, извините, где словарь, вот словарь, да, так, вот, значит, перевод дает с немногими, да, ме-ат, это действительно немного мало, видите, да, а вот что такое бим-тэй, я не буду сейчас сюда влезать, потому что буквально здесь это слово перевести нельзя, так, бим-тэй-ме-ат, значит, означает с немногими людьми, так, я все-таки надеюсь, что на этом уровне уже кто-то догадается, где мы с этим отрывком встречаемся, арамеец хотел уничтожить отца моего, так, в некоторых вариантах понимается по-другому, арамейцем с хитальцем был отец мой, то есть имеется в виду Авраам, который кочевал по Аравии, и поэтому здесь назван арамейцем, он понятие так и сяк, да, и спустился, кто Авраам, в Египет, Ваягар и проживал, Шам, в небо, да, с немногочисленными людьми, да, то есть в небольшом количестве, сколько евреев впустил в Египет? 70 душ, да, Ва-Еги Шам, Еги это будет, а Ва-Еги это был, и стал, и стал там, Ла-Гой-Годоль, слово Гой означает народ, народом великим, Ацун, сейчас мы посмотрим перевод, да, это тоже, в общем-то, эпитет означающий большой, Ва-Рав тоже великий, да, отсюда Арбе, и отсюда, значит, обращение уважительное к учителям, Арав, да, посмотрим словарь, так, к сожалению, каждый раз мне приходится вручную переключаться, так, Ацун, могучий, мощный, колоссальный, многочисленный, так, вернемся, Ва-Я-Рэ-У, ОТАНУ, АМИЦРИМ, Ва-Я-Рэ-У от слова РА, РА означает плохо, да, Ва-Я-Рэ-У означает буквально, и плохо делали ОТАНУ, ОТАНУ это нас, но мы переведем как нам, и плохо нам делали, кто, АМИЦРИМ, МИЦРИМ, ЕГИПЕТ, МИЦРИМ, ЕГИПТЯНИЯ, но плохо делали нам ЕГИПТЯНИЯ, но делали нам ЕГИПТЯНИЯ большие, как это по-дески называется, да, вырванные годы, так, Ва-Я-НУ, да, значит, это тоже такой специфический корень, давайте посмотрим словарем, так, посмотрим скопом оба слова, да, Ва-Я-Рэ-У от слова РА, делать зло, причинять зло, зло причиняли нам ЕГИПТЯНИЯ, да, от слова ИНА через АИН, да, ОНИЯ, А это страдание, так, мучить, причинять муки, выдать истязать, так, вернемся, так, значит, И мучили нас, Ва-Я-ТНУ, представьте себе, что здесь тот же корень, который нам встречался, вот здесь в полном виде, да, НАТАН дал, Ва-Я-ТНУ, и буквально, И давали нам, И давали, не, А, Пардон, это НУ, это У, И дали АЛЕЙНУ на нас, да, что дали на нас, АВО-ДА, КАША, АВО-ДА означает работа, КАША означает трудное, тяжелое, отсюда, наверное, русское слово КАША, Вспомните детство свое золотое, как вам было трудно с этой кашей, да, значит, слово АВО-ДА имеет корень АЙН, БЭТ, ДАЛЕТ, да, А корень АЛЕФ, БЭТ, ДАЛЕТ, означает что-то другое, помните, пропасть, исчезнуть, да, значит, оба корня встречаются нам во втором отливке ШМА, да, Ва-АВО-ДА-ТЕМ МЕЙРА, и пропадете вскоре, да, Ва-АВО-ДА-ТЕМ ЭЛУГИМ АХРИМ, и будете работать, служить другим богам, и так, И давали на нас работу тяжелую, Ва-НИЦ-АК, корень здесь, ЦАДИ АЙН КУФ, означает он кричать, НИЦ-АК, это мы закричим в будущее время, множественное число, ВАВ переворачивает, в прошедшее время, и мы возопили, мы закричали, ЭЛЬ АШЕМ, ЭЛОГЕЙ АВА-ТЕЙНУ, ко Всевышнему богу наших отцов, ВА-ИЩ-МА, корень здесь должен быть известен каждому, все помнят, да, ШМА ИСРАЭЛЬ, ШМА, слышь, ВА-ИЩ-МА, это и услышал, АШЕМ, бог, ЭТКОЛЕЙНУ, Слово КОЛЬ, КОЛЬ, да, означает ГОЛОС, обратите внимание, что есть слово КОЛЬ через КАФ, которое значит ВСЯКИЙ КАЖДЫЙ, да, А КОЛЬ через КУФ, это ГОЛОС, КОЛЕЙНУ, это ГОЛОС НАШ, да, значит, очень еврейское имя КОЛЯ, КОЛЬ, Я, это, что такое ГОЛОС Бога, да, ВА-ЯР, ЭТ-АН-ЯЙНУ, ВА-ЯР от слова РАА, что означает УВИДЕЛ, да, здесь снова форма будущего времени, через ВА переворачивается в прошедшее, и УВИДЕЛ, имеется в виду Бог, ЭТ-АН-ЯЙНУ, есть тот же корень, что здесь, да, что такое АНИ, это БЕДСТВИЕ, Он УВИДЕЛ БЕДСТВИЕ НАШЕ, БЕДСТВИЯ НАШИ, ВЕ-ЭТ-АМАЛЕЙНУ, АМАЛЬ, это ТРУДЫ, ВЕ-ЭТ-ЛАХАЦЕЙНУ, ЛАХАЦ, это Давление, причем и давление в физическом плане, да, то есть, сила на единицу площади, вот, и давление моральное, да, и УВИДЕЛ Бог НАШЕ, сейчас посмотрим словарь, так, наш труд и наше, наше давление, то есть, давление, которое оказывают на нас, так, возвращаемся, ну, что, товарищи, никто не узнал, нет? Нет. Нет. Ну, тогда я попрошу кого-нибудь открыть секрет, да, где мы этот отрывок еще встречаем? Во время пасхального седора, насколько я, ну, знаю, слышу вам. Спасибо, Анна. Пасхальная года, да, центральным моментом имеет вот этот текст. Мы читаем фразу, и далее мы читаем, как бы, в порядке комментария, да, другие фразы из Танаха, которые объясняют, да, так, обосновывают каждые, значит, слова из этой фразы. Например, бимтэймэат, вот, который мы здесь прочитали, да, в пасхальной агоде написано бимтэймэат, конкретно 70 человек. То есть, мы читаем фразу, потом разбираем ее по словам. Вот так. Так мы и делаем. У кого дома есть пасхальная года или кто может найти ее в интернете, можете удостовериться, да, заодно и почитать разбор. Так. Так, и увидел Бог. Дальше. Ва, да, ва-йо-ци-эйну. Здесь корень вот он. Юд, цади, алиф. Яца, да, я даю вам это слово в словарной форме, то есть, он вышел, да, эта форма, он и сделал. Яца это вышел. Ва-йо-ци-эйну это кауза-тих, то есть, сделал так, что мы вышли. Ну, это мы, да, то есть, вывел. Ашем, Всевышний, ми, Митсраев, ми это из, из Египта, бе-яд, слово яд было, это рука, да, бе-яд хазака, хазак сильный, да, рукою сильной. Уви-зеро-а, зеро-а в данном случае это мышца, нетуя, обычно переводится мышцей простертой или натянутой, да, то есть, сильной рукой и мышцей простертой. Ув-мора, обратите внимание, что есть слово мора, море, учитель, цей на конце, здесь алеф, алеф корневой. Значит, это слово означает страх, страх, боязнь. уве-мора-гадоль, великим страхом, уве-отот, уве-мофтим, знамениями и чудесами. Мы говорим, чем отличаются знамения от чудес, знамениями называются те нарушения естественного природного порядка, которые не были наказаниями для египтян, а муфтим это те, которые были наказаниями, но, может быть, я путаю, честно говоря, не помню, не помню комментарии. В общем, в одном случае это просто чудеса, которым могли внять египтяне и значит, освободить евреев, не дожидаясь, пока Всевышний будет их наказывать десятью казнями, вот, а под другими имеется в виду именно десять казней. Обратите внимание, что слово от, да, но еще посередине буква ВАВ, здесь она не стоит, вот, буква ВАВ, которая образует огласовку О. Слово ОТ означает буква, и слово ОТ означает знак, но множественное число от слова ОТ буква будет ОТИЁТ, от слова ОТ, которое означает чудо, будет ОТОТ, Знамениями и чудесами. ВАЕВИ ЭЙНУ, значит, снова здесь корень БЕТ, ВАВ, выбавший АЛЕФ, и привел, ну, это нас, и привел нас ЭЛЬ ХАМАКОМ АЗЕ, на место это, да, это кто говорит? Это говоришь ты, принесший плоды нового урожая, куда? в храм, ВАЯВИ ЭЙНУ, и привел НАУ, нас, на место это, на землю Израиля, ВАЙИ ТЕН, тоже НАТАН, и ДАЛЛАНУ, НАМ, ЭТААРЭЦ, АЗОТ, землю эту, ЭРЭЦ, да, ЗОТ, это, ЭТА, в женском роде, ЭРЭЦ, ЗАВАТ, ХАЛАВ, УДВАШ, вот, я показываю вам это выражение, ЭРЭЦ, земля, ЗАВАТ, текущая, истекающая, ХАЛАВ, это мёд, ДВАШ, это, извините, ХАЛАВ, это молоко, ДВАШ, это мёд, земля текущая, молоком и мёдом, хорошее выражение, ЭРЭЦ, ЗАВАТ, ХАЛАВ, УДВАШ, дальше, ВЕОТА, когда пишется через АЙН, это значит, А сейчас, ГИНЕ, вот, ГВЕЙТИ, Я принёс, да, снова корень, БЕТ АЛЕФ, ЭТ, РЭЙЩИТ, ПРИ, ГААДАМА, первинки, плодов, земли, эти слова все встречались нам, АШЕР, которые, НАТАТА, ты дал, ЛИ, МНЕ, ГАШЕМ, это имя Бога, то есть, это обращение, КОТОРЫЕ ты дал мне, Бог, ВГИННАХТО, ЛЕГАНЕХ, это положить, ВГИННАХТО, И положить, ЛИФНЕЯШЕМ, ЭЛУКЕХА, перед Всевышним Богом твоим, ВГИШТАХАВИТА, вот это длинное, непривычное для иврита, это длинное слово, означает, И поклонишься ты, ЛИФНЕЙ, ГАШЕМ, ЭЛУКЕХА, перед Всевышним Богом твоим, ВЕ, САМАХТА, корень, СИН, МЭМ, ХЭТ, означает, РАДОВАТСЯ, ВЕ, САМАХТО, БЕХАГИХА, ВЕ, АИТО, АХСАМЕЯХ, И будешь радоваться, БЕХОЛЬ, ГАТОВ, что такое ТОВ, ой, извините, это я напрасно сделал, случайно, ТОВ, это значит, хорошо, ДОБРО, И будешь радоваться, всему ДОБРОУ, АШЕР НАТАН, КОТОРАЯ ДАЛЛХА ТЕБЕ, АШЕМЕЛУКЕХА, Всевышний Бог Твой, УЛЬВЕЙТЕХА, от слова БАЙ, ДОМ, УЛЬВЕЙТЕХА, И для ДОМА ТВОЕГО, АТА, АТА означает ТЫ, ВЕ, ГА, ЛЕВИ, ЛЕВИТ, Почему выделен ЛЕВИТ, кто мне скажет? Почему ты должен помогать ЛЕВИТУ, почему ты? У него не было своей земли, у ЛЕВИТОВ, он жил на то, что люди... Да, 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 они за всех, за весь народ, да, служили в храме, Ковин, это часть ЛЕВИТОВ, да, и, значит, за это они получали определенную долю, в частности, от урожая. ВЕГА ГЕР, ГЕР, это пришелец, да, имеется в виду человек, который не рожден евреем, но он пришел, чтобы жить среди евреев. А почему ему надо помогать? По той же причине, точнее, по двум причинам. Во-первых, у него не было своей земли, да, потому что земля была разделена между евреями, да, ГЕР мог получить свою землю, вот, но вторая причина все равно остается, имеется в виду тот ГЕР, у которого нет родственников, нет семьи, и некому вступиться за него. Так? АШЕР БЕКИРБЕХА, который в среде твоей. Корень этого слова, КЕРЕВ КУФ РЕЙШ БЕТ, БЕКИРБЕХА, БЕКИРБЕХА, в среде твоей. КИ, потому что, ТЕХАЛЕ, ЛА, ЛАСЕР, ЭТКОЛЬ МААСЕР, ТВУ АТХАО, извините, здесь КИ, это, опять же, означает, КОГДА, КОГДА ТЕХАЛЕ, представьте себе, что здесь корень КОЛЬ, КОЛЬ означает «ВСЁ», А ТЕХАЛЕ, это значит, «Ты закончишь», то есть, «Делаешь всё». ЛАСЕР, да, здесь корень АИН СИН РЕШ, который означает АСЕР ДЕСЯТЬ, да, то есть, ЛАСЕР, отделять ДЕСЯТИНУ, не воспримите это как одна десятая часть, закон не совсем таков, да, но определенные части урожая, которые ты собрал на своей земле, да, ты должен отдать ЛИВИТУ, КОИНУ и БЕДНЯКУ, да, законы об этом мы сейчас разбирать не будем, ЭТКОЛЬ МААСАР, МААСАР, тоже слово, ЭСЕР, это ДЕСЯТИНА, когда ты закончишь отделять всякую ДЕСЯТИНУ, то есть, буквально ДЕСЯТИТЬ, ДЕСЯТИНУ, ТЕВУ АТХА, ТЕВУ А, это УРОЖАЙ, УРОЖАЯ ТВОЕГО, БА ШАНА, ШАНА, это ГОД, ГА ШЛИЩИТ, слово ШАЛОШ, ТРЕТИЙ, ТРЕТИЙ ГОД, ТРЕТИЙ ГОД ИМЕЕТСЯ ВИДУ СЕМИЛЕТНЕГО ЦИКЛА, СЕДЬМОЙ ГОД, это ГОД ШМИТА, КОГДА ЗЕМЛЯ НЕ ОБРАБАТАВАЛАСЬ, А СЛЕДУЮЩИЙ ЗА НЕМ ИДЕТ ПЕРОЙ, ВТРЕТИЙ ГОД, КОГДА ТЫ ЗАКОНЧИШЬ ЛА ЯТОМ, КТО ТАКОЙ ЯТОМ? ЯТОМ, ЭТОМ, СЕРОТА, 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 ПОТОМУ ЧТО НЕТ У НЕГО ОТЦА, КОТОРЫЙ ПОСТОЯЛ БЫ ЗА НЕГО, ВЕ ЛА АЛМАНА, КТО ТАКОЙ АЛМАНА? ВДОВА, ВДОВА, ПОТОМУ ЧТО НЕТ У НЕГО МУЖЕ, который постоял бы за нее, да, наверное, отсюда русское слово альманах, так, ве ахлу, и, так, и съели буквально, бишареха, слово шар, ворота, бишареха во воротах твоих, имеется в виду, что, значит, это вот те виды, те части урожая, да, за которыми они сами приходят к тебе, они приходят к тебе, получают от тебя, и съели они в твоих воротах, да, то есть, может быть, даже не покидая твоей территории, хотя это и не обязательно. Ве саввеу, слово коринсин бет аин, означает насытиться, и съели они в твоих воротах, и насытились, ве амарта, и скажешь ты лифней, ашеме лукеха, пред Всевышним Богом твоим, биарта, вот слово биарта, давайте посмотрим в словаре, так, что-то у меня, вот она, так, переключимся, да, ну вот, те слова, которые мы еще не посмотрели в словаре, поклоняться, несколько кланяться, биэр, лево эр, биэр, значит, устранять, уничтожать, а также сжигать конкретно, ну, здесь не имеется в виду именно уничтожать, а что такое биарта, это значит, это значит полностью закончить, да, Аллаха говорит, что к определенному времени, точнее, к концу вот этого третьего года, года Масера, весь этот Масер ты должен вынести из своего владения, у тебя у нас не должен, тот Масер, та десятина, которую ты должен отдать, вот, перечисленным категориям, так, мы возвращаемся к тексту, и вынесешь ты, то есть буквально все закончишь, а, кодыш, святое, мин габайт, из дома, вегам, слово гам означает так же, нататив, натан, вот он корень, да, дал его, вот этот, эту десятину, кому, ла леви, ве ла гер, ла ятом, сирота помните, ве ла алмана и вдове, к холь ми цва тха, ми цва, ми цва, это заповедь, от слова цав, приказание, ми цва тха, заповедь твоя, то есть заповедь, которую дал тебе Всевышний, а шер циви тани, которое заповедал ты, которое обязал ты меня, цивита, это значит, ты обязал ни, это меня, это кто говорит, это говорит тот, кто приносит этот урожай, кому он говорит, боку, то есть ты обязал меня, ло авар ти ми цва тха, не перешел я буквально, не нарушил я заповедей твоих, слово авар означает перешел, нарушил, да, то есть перешел к границе, я не нарушил от заповедей твоих, ми цва, слово, снова это слово, да, обратите внимание, что здесь буква цади, вот она, имеет огласовку шва, а дальше идет буква вав, которая имеет огласовку хулам хасер, то есть точку наверху, это не огласовка вав с точкой наверху, как обычно это бывает, да, а это буква вав с огласовкой точка, иначе у нас получилось бы что, если бы это была огласовка, к какой букве она относится, буква цади уже имеет свою огласовку, шва внизу, да, ми ми цва тха, я не нарушил заповедей твоих, вело шахахти, и не забыл я, шахах, вот он корень, шин, хав, хэт, и я не забыл, ло ахалти, не ел я, бе о ни, да, значит, не ел я, сейчас я посмотрю словарь, что это мне дает, не ел я в скорби моей, вот что дает словарь, я пока не переключаюсь, да, так, так, не ел я в скорби, ми мену от него, то есть от десятины, вело би арти ми мену ба таме, и не отделил я от него в нечистоте, слово тума, это ритуальная нечистота, корень тет мем алеф, ло на тат им мену, не дал из него ла мэт, мертвецу, то есть я не выделил это, но тут есть разные объяснения, в частности, тому, кто находится в трауре по умершему близкому родственнику, да, дальше, шамма ти, шама это буквально слушать, бе коль ашем, слушался я голоса Бога, шаммея это слышать, а шаммея бе коль это слушаться, то есть повиноваться, элуй ай, извините, Бога моего, а сити кехоль ашер цивитани, а сити я сделал, кехоль как все, которое цива, цивита, цивитани, заповедал мне, повелел мне, и вот очень важная, красивая фраза, ради которой я даже немножко ускорился, у нас есть еще пара минут, да, как раз эту фразу разберем, да, нет проблем, так, вот, я, честно говоря, сомневаюсь, но вы мне просто очень и очень польстите, если вы найдете, где вот эту вот фразу, да, где мы ее еще встречаем, Натан, кстати, может быть, ты знаешь, Какая фраза еще раз? Какая фраза? Вот отсюда начинает, Тетвав, ну, прочитай ее про себя, мы ее пока будем разбирать, давайте сделаем так, я даю вам это домашнее задание, если кто-то найдет, где эту фразу еще мы встречаем, да, подсказывать не буду, да, ну, просто ему огромный коля-кабут, да, Гашкифа, это значит возри, отсюда слово мишкафаим, очки, так, Гашкафа, то есть взгляд на вещи, так, вот, и корень здесь шин, куф, фей, Гашкифа, ми маон, код шиха, возри из, что такое маон, обиталище, я что-то не сообразил, посмотрите, слово в словаре, код шиха, значит, возри из обители святости твоей, мина шамаим, шамаим, это небеса, с небес, это кто говорит? Тот, кто выражает благодарность Всевышнему за то, что он дал еврейскому народу эту землю и привел туда этот народ, и вот я пришел, и вот я вырастил урожай, и я выражаю свою благодарность Всевышнему. А теперь возри с небес, у варех и благослови, браха благословения, Эт-Амха, народ твой, Эт-Исраэль, Израэль, Ве-Эт-Ха-Адама и землю, Ашер-Натата-Лану, которую ты дал нам, Ка-Ашер, как, таким образом, как, Нижбата, мы это слово встречали, «Поклялся ты ла-аво-тайну», а вот «ав» нашим отцам, «Эрец зават халав удаваш», землю текущую молоком и мёдом. Вот здесь мы, пожалуй, остановимся. Итак, вот эта фраза, да, ну ладно, не буду вам намекать, да, но сразу вам скажу, что далеко не все с этой фразой знакомы. Тем не менее, тем не менее, она есть, и она тоже где-то используется. Кроме того, что мы, а, не, не, в пасхальной Агаде уже эта фраза не читается, значит, мы этот текст разобрали тут несколько больше, чем то, что входит в пасхальную Агаду, вот, ну, собственно, там есть и продолжение, но мы вот на этом остановимся, да. Вот некоторые еще слова, которые я выделил, да, мы в словаре найдем. Интересно, что здесь вот есть выражение «ам-сегула», которое переводится как «народ избранный», но слово «сегула» не означает именно «выбрать». Мы с вами видели корень «бахар», да, «ашер-бахар-бану», который избрал нас. А народ называется не «ам-нивхар», не «народ избранный», а «ам-сегула», какой-то особенный народ, да. Вот, что означает это избрание? Ну, сейчас мы об этом говорить не будем, да, но здесь подчеркивается, что не просто так, что вот мы любимчики у Всевышнего, да, а то, что нам больше дается, оно из нас значительно больше требуется. Я говорю, так сказать, от имени всего еврейского народа, как полномочный представитель. Так, вопросы, пожалуйста, товарищи. Так, я как-то вот не проверял чат, но, собственно, в чате ко мне не обращались. Ну что, товарищи, была польза? Разобрали мы немножко грамматики, разобрали мы определенные слова какие-то новые. Что-то вы узнали отсюда? Да, была польза, конечно. Прекрасно. Я все слова прочитала сама. Рада. Да, спасибо. На здоровье тогда. До следующего урока. Натан, ты с нами? Да, конечно. Прекрасно. Спасибо. До следующего урока.